всем большой при большой привет и вы смотрите на мой фаленопсис эквестрис от швёртер просто без приписи прекрасное цветение к сожалению отпали за вчера вчера не было времени снять два цветочка но уже скоро распустятся следующие несмотря на жару все равно достаточно пышная получается у него веточка так и я заволчаю потому что я пыталась посчитать 1 2 3 4 5 6 7 8 цветов вчера было десять два бутона зреет возможно будут более пышные фотографии пытаюсь поймать цвет передать и хотела на нем показать такую вот особенность посмотрите вот эти цветочки вот верхний он один к сожалению остался и у меня есть фотографии на фейсбуке и в инстаграме можно посмотреть видите какая цельная прокрашенная губа такого более насыщенного цвета она более узкая и разительно отличается вот уже от вот этих губок и вот эта разница в цветении обусловлена разницей в условиях очень на самом деле очень интересно наблюдать и записывать вот эти свои наблюдения потому что когда цвели цветы вот так это я была еще дома и было более прохладно когда я уехала стало пожарче погода мы на дне не властны и смотрите как поменялась губа она стала светлой она стала широкой и на ней виден краб и она просто шикарная я теперь хочу чтобы всегда вот так вот мне нужно вот это цветение это просто бомба это супер круто по поливу влажнее не было точно то есть я полила как обычно уехала и через неделю пришла поливать моя мама полила как и я поливаю и тоже ушла и через неделю приехала я возможно в этих условиях получилось из-за того что было более жарко все-таки более сухое содержание но единственные условия которые поменялись получается в мое отсутствие это температура и вот скорее всего полив потому что возможно если бы я была на месте я бы поливала чуть чуть чаще свет не менялся абсолютно никак влажность когда я приехал в принципе показатель влажности был достаточно стандартный как обычно ну возможно она падала чуть чуть ниже вентилятор как работал всегда так и работал но вот такая интересная метаморфоза произошла возможно возможно он дальше будет свести именно таким потому что с вот такими цветами я его получала и его первое цветение после теплицы было именно таким так как у меня другие условия то в дальнейшем он может свести вот так хотя опять таки это такое бред такое себе предположение потому что в моих условиях он опять распустился вот таким вот как он ко мне приехал из теплицы но я теперь поняла хочу вот такую красоту содержу его пожарче и посуше и получаю вот такую вот широкую губку скрапом хочу вот такое цветение чуть-чуть прохладнее чуть-чуть влажнее вернее почаще полив и вот такое другое цветение так что вот такие интересности происходят в орхидейном мире и а некоторые удивляются но как это мы купили вот все мериклоны да а все равно различается цветение различается потому что у вас разные условия вот на одной орхидее даже на одном цветоносе можно проследить как со сменой условий поменялись цветочки вот такое у меня счастье и блин мне действительно очень нравится именно это цветение я хочу его хотя бы запечатлеть на видео и фотографии если больше он так не процветет ну что ж в общем то на самом деле посмотрим какие будут дальнейшие цветения следующие ну и хочу сказать что на самом деле очень интересно когда цветок меняет свой внешний вид в зависимости от условий потому что если ты хорошо разращиваешь материнское растение и саму куртину в общем то это материнское растение это я уже о детках намечталась и оно у тебя цветет два раза в год в разные например условия да зимой и летом то ты можешь наблюдать вот такие разные вариации на одном растении и это очень очень круто потому что знаете как цветение никогда не надоедает всем большое спасибо за просмотр всем ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями заглядывайте ко мне в инстаграм на фейсбуку в мою группу в которой освещаются эквестрисы эквестрисные гибриды там я часто поищу много интересного и всем солнечных дней пышных цветений и пока 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 пока